Салам пополам, с вами Руслан, ну тот, который Ахмед Онлайн, и пролетела очередная неделя, и я вместо того, чтобы ехать с пацанами в баню, решил рассказать вам, что обсуждали социальные сети на этой неделе. Ну, к этой неделе вернемся попозже, сначала я вам расскажу, что обсуждали на позапрошлой неделе. Конечно же, больная тема стала трудовика, ну тот, который принял слегка, в общем, и его турнули, так сказать, заведение. Как я говорил уже, ребята из нашей команды поехали в это самое Знакаево, чтобы поговорить с этим трудовиком и его коллегами, и расставить, так сказать, точки над «и». Ну, меня не взяли, думали, я его собью с панталыги. Ну, уже вчера министр образования Бурганов выступил в поддержку этого самого трудовика. Ну, в общем, думаю, все будет нормально. Я порекомендовал нашим коллегам, и сейчас это настойчиво делаю, разобраться в этой ситуации и принять решение по дальнейшему трудоустройству нашего с вами коллеги. Все, погнали дальше. Однажды дизайнер Лебедев на вопрос, как вы думаете, в каком городе находится самая дичь по дизайну? Сказал, что Казань. Георгий спрашивает, в каком городе в России запомнилась самая дичь по дизайну? Самая дичь по дизайну у нас, наверное, где-нибудь в районе Казани встречается. Спросил бы я у этого Лебедя, как вы думаете, у кого на голове самая дичь? Ну, в общем, это не суть, и Казань попала в тройку финалистов конкурса, там, культурный год, в общем. И поэтому сейчас будут фасады красить. Раньше, помню, за это вроде как закрывали в СИЗО. Ну, а сейчас вроде как все официально. Так что рисуйте, крастье, молюйте, в общем, делаем наш город ярче. Ну, в общем, новость для болельщиков футбола. В Казани пройдет Кубок УЕФА. Ну, это типа 22 миллионера по полю бегают там. Ура! Россия! Охуяна, братан! Охуяна! Все, короче, погнали дальше. Ну, в общем, на этой неделе, так сказать, провожали зиму. Ну, там, жгли чучело, в общем. И, короче, хотел бы обратиться к тем людям, кто эту самую зиму провожал. Вы в этом году ее как, недалеко там проводили? А то в том году так проводили, что зимы вообще не было. Я привык к предыдущие годы, то, что тает снег и тают дороги. Дороги пропадают, в общем, эту картину вы можете видеть вообще по всему городу, в общем. А, забыл сказать про то, что, блядь, я же тачку купил в кредит. Я ж тачку купил в кредит, прикиньте. Вот, кредит на 5 лет по этим дорогам, судя по всему, она за 3 года уже, короче, развалится, в общем. Вот в России, говорят, две беды, дороги да дураки. А в Татарстане одна беда, если за рулем... Я беру свои слова обратно, потому что я увидел вот такой вот видосик, который я нашел в социальных сетях Альметьска. Вот бы мою так же научить бы, а. В общем, решили с пацанами ехать на рыбалку, еще пока не решили куда. Ну, я тут что-то прикинул и посмотрел, в общем, можно ехать на Воровского. Там по-любому уже щука поперла. Сейчас, в общем, у молодежи пошла какая-то такая тенденция, пранк, 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 могут по жопе напинать и потом пранк, пранк, братан. И, в общем, как-то с рук сходит. Ну, такая же бабуля, в общем, появилась. Решила просто-напросто пранкануть своих, так сказать, ту ли родственников, ту ли соседей. И нахрен просто крышу снесла у дома, в общем, пока никого дома не было. Потом этот дом оставили как вещдок, поскольку на бабулю завели уголовное дело. Так она рабочих наняла и вообще нахрен дом снесла, чтобы не было. Нету дома, нету улик, нету доказательств, в общем, нету дела. Ну, как-то так. Наступила весна, в общем, опять весна, опять грачи, она не даст, а ты... В общем, вылетают так называемые подснежники из-под зимы. Ну, это про тех, кто спускает свои штаны, ходит голый, в общем. Это, говорят, какая-то, в общем, болезнь психиатрического рода. Это от того, что перепадки температуры идут. Я где-то там в книжке читал. Ну, ловите подборку дебилов, что я могу вам сказать? Давненько не было у нас, значит, истории про краснобусы. Ну, вот ловите. В общем, у нас на днях тут произошел такой небольшой конфуз. Сработал огнетушитель, все, в общем, с паники выбежали. Никогда не паникуйте, люди, в подобных ситуациях. Паника до добра не доводит, потому что можете перетоптать друг друга. По весне обостряются не только дебилы, но и педофилы, в общем. Так что смотрите, внимание, розыск. Это Радик Бодроддинов. Он сотрудник ГИБДД и подозревается, как подозревается, обвиняется в изнасиловании школьницы, в общем. На данный момент он скрывается в неизвестном направлении. Его привели на допрос. Откуда он скрылся? Скрывается он где-то примерно в Самарской области. Там зафиксировали попытку им снятия наличных денег. Так что, внимание, глаза в оба. Если вы увидите подобную физиономию, сразу сообщайте в компетентные органы. На этом, наверное, все. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментарии свое мнение, присылайте свои новости. О них мы расскажем в следующих выпусках наших новостей. Так что давайте не прощаемся. Увидимся через неделю. Все, пока.